на ремонте вот такая дуя. арт life. ситуация с ней какая? она подает признаки жизни в том смысле что включается здесь лампочка. ну и все. питание как бы доходит. но это все. во всяком случае какая-то часть. что нужно делать? проверяем. открываем здесь вот 6 винтов с длинной отверткой. откручиваем 6 винтов и вскрываем крышку. смотрим в чем проблема. я открутил 6 винтов. откручиваем. открываем. смотрим. в принципе если посмотреть на спираль она в нормальном состоянии. как мне видится проблема или в этом переключателе такой модный переключатель или в терморегуляторе который почему-то не клацает. а хотелось бы. но для начала проверяем есть ли связь кабель. приходит ли 220. тут очень просто. смотрите. у нас есть возможность проверить вот сюда. и второй провод до терморегулятора и после терморегулятора. и посмотрим через выключатель. я сразу ставлю допустим на максимум. значит все должно уже работать. поэтому вставляем 220 идет одна на вот эту скрутку. сюда вставляем один контакт. один контакт сюда. второй вот приходит. выставляем здесь переменное напряжение. видно его не очень. вот так. что-то видно. и меряем. что у нас приходит. сюда приходит 226. и сюда уходит. то есть вот терморегулятор сработал. значит с ним уже все в порядке понятно. дальше идет вот сюда. сюда приходит. смотрим выходит из него. и выходит. и на выход. и на выходе тоже есть. значит что у нас и вот сюда тоже приходит напряжение. и вот сюда. и и это и эта часть рабочая. проблема где-то в контакте. значит проверяем. синий провод синий доходит сюда. красный сюда. и здесь есть тоже 220 вольт. ну собственно проблема именно здесь. и не нагревается. а значит будем искать где-то контакт. здесь сейчас будем проверять. вот тут есть кстати еще одна термозащита. да термозащита контакт. возможно он не соединен. сейчас попробую. тоже не сработает. ну сейчас будем смотреть в чем проблема. сейчас будем разбираться. итак для того чтобы дальше продолжить разобраться нужно снять электродвигатель. он снимается вот здесь. весь этот блок снимается. и дальше там покажу в чем точно проблема. сгорел термопредохранитель. тот который не восстанавливающийся. но включается спираль. но не включается вентилятор. посмотрим почему. итак снимаем электродвигатель с тенами. что вышло из строя однозначно. смотрите. вот здесь есть такой предохранитель. вот 220 сюда приходит. сначала через вот этот термопредохранитель который один раз размыкается и уже потом не смыкается. решить эту проблему можно. можно контакт переставить сюда после предохранителя. и он будет срабатывать. и он уже выходит из цепи. дальше идет предохранитель который то срабатывает то замыкается. не одноразовая биметаллическая пластина. и она тоже является защитой. но проблема немножко в другом. проблема не только в этом. видимо плавкий предохранитель сгорел. потому что перестал вращаться вентилятор. соответственно сильный перегрев и сгорел термопредохранитель. почему не включается вентилятор? подается ли на него питание? вот сейчас мы посмотрим. два черных провода. один идет сюда. а второй вот сюда. ну вроде бы да. вроде бы на него питание приходит. а не работает вентилятор. и это не хороший показатель. если вентилятор не работает то с ним уже ничего не сделать. показать как решилась проблема с этим обогревательным дуйкой. я уже позвонил клиенту. сказал что электромотор вышел из строя. даже убрал вот этот термопредохранитель и закоротил его все равно электродвигатель не работает. ничего сделать нельзя. найти там можно. но он не стоит ремонта. клиент сказал у меня есть точно такой же. второй. только там тэн не работает. а электродвигатель не работает. ну и собственно я отсюда взял электромотор и вставил в старый. тарахтил вот здесь вот в пластмасске. здесь он дребезжит. вот если поставить вентилятор старый тарахтил вот здесь вот в пластмассе. здесь он дребезжит. из-за этого издавал сильный такой грохот. а этот теперь смотрите включаю. разгоняется и почти не тарахтит. включаю 1 тэн немного теплый. включаю второй. хорошо теплый воздух. ремонт закончен. таким образом из-за того что мы с другого. точно такой же. один к одному. той же самой фирмы. поставили с одного на обогреватель на другой электродвигатель. удалось спасти обогреватель. ну и удалось спасти человека от холода. сейчас нужно отдать клиенту. потому что он замерзает без обогрева. звонил и спрашивал. на этом ремонт закончен. сейчас я его соберу и отдаю счастливому клиенту. вытащить с розетки. подписывайтесь на канал. увидите как простым способом можно ремонтировать. и простую и сложную бытовую технику. и не только бытовую. много интересного на канале. делаем сами. а я вас буду учить этому. всего доброго. увидимся на канале. до новых встреч. 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 до новых встреч.